американских серьезных компаний, они уже давным-давно вошли в Россию через вторые, через третьи руки, непосредственно сейчас участвуют в экономике России. Они почему и бьют по рукам, даже те же зернотрейдеры, в том числе и американские, которые также пасутся на российском зерне, для них это очень важно, чтобы они посеялись. То есть вот где заинтересованность сейчас американцев, почему не дают НПЗ нам дальше давить. Им надо, чтобы Россия посеялась, чтобы осенью зерно пошло, по их каналам в том числе. Потому и здесь есть заинтересованность американской. У них везде заинтересованность, только они абсолютно не заинтересованы в разгроме России как таковой. И естественно и Европе это невыгодно, то есть в смысле не развал России. Европе невыгодно то, что американцы вот в таком виде заинтересованы. Потому сейчас Европа начинает уже тоже, то есть начинает становиться на крыло, я бы так сказал. Уже давно поднялись и начинают операции. И думаю, вопросы будут решать примерно так, как мы с вами говорили. Пошлют они американцев туда же, куда мы их посылаем. Европа, ну это серьезная экономика, там Россия рядом не стояла. И военная техника, в том числе производство военной техники. Серьезные армии, которые надо просто собрать воедино с центром в Европе. И пусть американцы занимаются своими там крокодилами, этими рвами от Мексики. Им там виднее. Их надо просто шугать отовсюду. Везде, где они залазят, в конце концов заканчивается это все довольно-таки плачевно. Для тех территорий, где американцы потоптались. И по Европе в том числе. Потому что все эти проблемы европейские, они же в основном от американцев. Потому как только Европа сбросит это американское ерму управления, по крайней мере. Или каких-то операций. От чего-чего, но Европе-то по большому счету страхаться. Дело в том, что хватает экономики, хватает населения, хватает достаточное количество боеприпасов, техники. Две ядерных державы. Это как минимум Франция и Великобритания. Они производят свое ядерное оружие. То есть есть еще пять государств, в которых американская лежит. Ну так оно может там и остаться. Как подойти к этому вопросу. Потому что в Америке уже надо давным-давно Европе решать. И чем быстрее, тем лучше. Меньше жизни будет потеряна, если Европа быстрее проснется, быстрее оперится. Президент Сербии поведомил про загрозу життєво-важливым национальным интересам. Он сказал, что в ближайшие 48 часов мае будет происходить что-то.